кто я такой меня зовут ярин михаил я руководитель специальных проектов концерна калашников вот тема моей лекции называется выживание для чайников чем я занимаюсь я занимаюсь экипировкой снаряжением концерна калашников до этого я занимался альпинизмом туризмом служил в разведке участвовал в различных экспедициях на камчатке четыре года с вулканологами был маршрутным лидером а совсем до этого я жил в тайге в поселке шести месяцев до 11 лет то есть все то что считается экстремальным для меня как бы естественная среда обитания я профессионально занимаюсь экипировкой снаряжением профессионально это значит я получаю за это деньги я ее разрабатываю тестирую продаю консультирую вот у меня есть блок вот журнале рюкзак шмурдяк и карабин входящий там в топ 1000 без котиков телок политики только экипировка снаряжения оружия экспедиции значит лекция это написано внутри года назад влиянием определенных событий произошедших в этом мире она там постоянно изменяется но суть остается одной я вам попробую объяснить алгоритм как остаться в живых если вы потерялись потерялись не в городе а в природной среде значит мы с вами немножечко разберем психологию потом я вам покажу рюкзак параноика вот а потом мы будем просто пошагово идти по алгоритму которым должен действовать человек попавший вот подобную ситуацию ну а потом пускай будете задавать вопросы всякие разные вот читайте я буду комментировать 14 год парк лосиный остров человек пошел потерялся и погиб то есть представляете да в пределах московской кольцевой автодороги где 3g навальный так сказать ламборджини и пицца на вынос человек погиб он погиб вот переохлаждение обнаружили вы только с воздуха значит почему это произошло потому что вот как бы чаще всего причина смерти потерявшки это переохлаждение даже вот сейчас когда плюс 30 в лесу если пойдет дождь гипотермия она очень то сказать существенно очень близко я ходил буквально неделю две или три назад на московский маш бросок и там был дождь все три дня промокла все включает резинку от трусов и через какой-то промежуток времени ты действительно начинаешь околевать ты мокрый тебе неудобно тебе холодно тебе надо согреваться ты это не можешь делать ты останавливаешься и человек садится и начинает угасать это очень быстро и очень просто люди которые стремятся в опасные места они не всегда отдают себе отчет хотя все считают что все все знают все все умеют вот потому что человек он не может оценить ситуацию во первых собственные силы потому что мы люди города мы 99 процентов своего времени живем в определенной среде мы передвигаемся от одного пункта дислокации к другому пункту дислокации и попав в другую среду вы как бы пытаемся экстраполировать свои вот эти навыки и знания свои умения свои ощущения туда мы там все по-другому до силы природы вот это то что нельзя спрогнозировать если ты с ними не сталкивался никогда то потом это будет очень неприятно вот это вот ноябрь 17 года это скриншот с моего телефона слева скриншот девочка была на лекции на моей по выживанию вот решила устроить себе перезагрузку единственный вопрос который ее интересовал это нападение волков и кабанов она собралась костромскую область ноябрь месяц и и там где-то ждали у не было все палатка спальный мешок карта я дал еще фальшвейер все что угодно и вот это сообщение перед тем как я инициировал поиск лиза алерт девочку спасли девочка в принципе ничего не могла она за один день промокла замерзла залезла одетая в спальню мешок она даже не смогла открутить крышку на фальшвейере чтобы зажечь костер фальшвейер представляете да вот сейчас вот эти все на стадионах только это не fire болельщика это профессиональная такая из пластмассы сделанная штука для подачи сигналов бедствия и можно все спалить я спросила почему как будто и костер то не зажигла хорошо ты не могла там спичками пользоваться фальшвейер а где-то мне сил не хватило открутить ее нашли на отклик я да она пошла одна то есть она считала что да мне там пройти вот есть карта есть iphone есть powerbank есть там в айфоне карта я все иду меня там ждут люди во первых людям по барабану вы во вторых снег был почти по колено в третьих он был мокрый четвертых в лесу оказывается завалы то есть вот вот это вот случай из практики я человек цинично я сразу это превратил в учебный материал подготовка как бы это смешно не казалось если вы не подготовлены шансов практически нет ну вот если только монетка зависнет в воздухе и вдруг у каждого и свой ангел-хранитель может он подлетит и вытащит даже профессионалы даже те кто умеет это делать вот все равно возникают различные ситуации мы три года назад сплавляли с племянником в магаданской области вдвоем на лодке по речке на которой не должно было быть порогов была высокая вода и на второй день мы влетели в завал одна лиственница лежащая поперек левый поворот и она лежит поперек она не идентифицируется то есть бур а что там шевера там камушки какие мы влетели лодка встала вот так удар в корму мы вниз под бревном сначала я потом он лодка торчит по кругу до людей порядка 200 километров вот и как вот что делать я там купался два раза я вытащил лодку утопил 2 2 винтовки спутниковый телефон ну короче все навигатор промок но мы вышли к людям 250 километров прошли за день на лодке которая у нас осталась целая и вышли к людям и вот ощущение у меня было когда мы причалили уже там где надо было ночевать ощущение было такое что мне очень хотелось напиться дешевого вискаря с кока-колой чтобы башню снесло и ты такой о по и просыпаешься все ништяк и вот как бы показывать нельзя он то вообще не подготовлены я так пошел умылся вот там посмотрел лодку успокоился разжег костер и все произошло нормально но вот у меня я профессионал что брать с обычного человека который не попадает падать падут вещи вот и теперь мы начинаем вот 5 называют рюкзак параноика не иногда журналисты задают вопрос там и задание типа максима там а что как вы будете выживать если вы в антарктиде окажетесь в трусах я говорю я умру могу даже сказать через сколько максимум через час просто умру тупо в трусах антарктиде выжить нельзя это к тому что любая эта подготовка здесь то что надо бы иметь с собой если вы выходите в лес пошли вы за грибами пошли вы куда-то погулять приехали в какое-то новое место там на рыбалку выехали просто пусть будет вот нож те ждут что я достану такой живопырь рэмбо все остальное вот виктор и наш швейцарский офицерский нож обычный складник у которого есть лезвие у этого модели даже пила есть вы все это инструмент которым при правильном пользовании вы можете настругать лучинки для костра срезать себе палку с которой вы будете передвигаться нарезать папоротника чтобы сделать себе лежанку во временном убежище вы можете построить себе шалаш и при этом это вот как бы продается в обычном магазине самый стандартный у меня курсанты на тренировках работают еще с меньшими ножами и все получается он должен быть всегда мальчик девочка пацифист greenpeace и все прочее это инструмент которым надо пользоваться уметь компас у всех есть гаджеты в этих гаджетах у всех есть gps навигаторы и все прочее гаджет живет несколько часов компас ориентирован на северный магнитный полюс северный магнитный полюс может отменить только бог но в его планы это пока не входит я так понимаю забава простая вот повернули красный кончик север желтый кончик юг справа восток слева запад очень просто запоминается ничего не весит но вот это стоит денег это мозг компас то наше российское производство он очень хороший сам в себе ну один раз купили и все и вот он просто лежит потом мы разберем для чего он будет нужен и как он пригодится но он должен быть средство розжига огня спички зажигалки огниво активная растопка значит огонь это жизнь это реальная жизнь это свет это тепло это возможность сделать горячее питье это психологическая разгрузка для человека который попал стрессовую ситуацию поэтому курите вы не курите вы две зажигалки одна в штанах вторая в куртке просто по-любому если вы пошли что касается специальных спичек я вот специально принес две упаковки вот это вот стандартная которая спички ветру стойчиво она в сухпаях лежит продается везде а вот это вот вот такая длинная вот эта фигня вы не успеваете ничего разжечь она тухнет она просто короткая но горит очень быстро за счет вот этого состава своего то есть если заморачиваться ток-ток вот такой это длинная спичка прям вот смотрите она где-то вот спали с длиной смотри здесь у меня специальная емкость можно совершенно спокойно взять футляр из под витаминок шипучих и все и она герметично закрыта то что касается спичек значит про зажигалка я сказал что такое огниво огниво это такая великая скаутская забава в которой все смеются но она мне пару раз реально спасала как бы ситуацию первый раз это было когда мы перевернулись меня промокло все вот в принципе все зажигалки спички вот эти промокли в блистере вот у меня остался называемая домашняя заготовка сейчас я вам ее покажу и огниво вот это ферроцеревый стержень как им пользоваться сейчас я попробую тут да не я боюсь это будет для вас накладно концерна не хватит денег чтобы купить новый бильярд студии леди значит смотрите где он я беру вот этот обычный ножик вот пила другой стороной все горит значит в чем прикол еще этого огниво есть вот эти вот искорки они имеют очень высокую температуру даже если вы не собираетесь нигде выживать вы приехали на пикничок собралась большая толпа легкие напитки модная музыка и романах феофан насыпали угля налили разжиги как обычно делают спичку и вот так кидают вы подходите выбирайте человека со спичкой подходите и вы король вечеринки отвечаю проходил не один раз все сразу одна я попробую все горит все шипит все пузырится а вот первый раз да так раздавил ему все равно мокрое но сухое если она мокрая вот так уитер просто и все нужно твердая поверхность с острым углом и ферроцеревый стержень а второй раз первая сверка все разводила второй раз на камчатке мы выходили к базовому лагеря то же самое был совершенно фантастический дождь вот промокла все пытаемся запустить горелку не дошли три километра встали потому что люди уже не могли идти было темно не можем запустить горелку газ идет от низа залито я говорю боя подожди горелка работает все через полчаса все были напоены чаем как бы выжили утром пришли к базе значит средство рожек вот домашняя заготовка это яйцо от киндер сюрприз это я вчера сидел вечером делал перед лекцией вот это вот обычный ватный шарик который я купил в аптеке возле офиса обмазанный обычным вазелином косметическим который я купил там же вот я выкидаю в воду опа вот всегда когда делаешь показуху ничего не работает заработал потом воде плавает вот благодаря такому шарику я как бы при перевороте лодки спас а это было единственное что не промокла почему потому что яйцо она сама по себе герметичная плюс вазелин вокруг и вазелин дает возможность огню в этой вате дольше гореть то есть это вот такая хорошая штука для розжига есть еще вот такая вот вещь это оргстекло обычно то есть если есть зажигалка и оргстекло то же самое оргстекло можно разжечь любое был бы любые мокрые дрова вы его просто аккуратно поджигаете даете ему разгореться вот и суете его в костер и она там горит вот такая вот полосочка вот она у меня уже жена этим что-то типа разводил этим делом так это то что касается разведения огня то есть повторяя зажигалка огниво афера цель его стержи киндер сюрприз ватными шариками с вазелином и кусочек оргстекла сразу прошу заметить я все достаю это вот отсюда для этого не надо таскать 120 литровый рюкзак это вот декатло не куплен а значит аварийный тент серебрянка видели все наверное да и сами пользовались во всех каких детективных фильмов если катастрофа то там пострадавших накрывает вот это себе значит штучкой вот вот он этот тент вот он как раз таком мешочке продается в магазине декатлон да он называется но я его называю аварийный тент он называется до emergency blanket аварийное одеяло спасательное дело в аптеке продаются но вот это вот как бы она такое более менее прочная в плане эксплуатации я различные пользовал самые лучшие это фирмы grabber называется space blanket космическое одеяло там долго живет а это такие вот они одноразово по большому счету то есть это тоже ничего не весит практически ничего не стоит но я потом покажу как это работает и мешок вот этот 60 литров а надо на самом деле там 240 обычный мусорный мешок две штуки дальше штука уникальная то есть из него можно сделать плащ дырок нарезали на себя одели вот так вот вот где можно спать него можно там набирать ништяков и еще отчета манерах на тренировке набили этим все мешки грибами и вынесли это известный вот и можно там гидроизолировать ноги и он продается супермаркете обычный вот как бы место не занимает никакого фонарь фонарь обязательно вот обычный налобник который светит маленький есть еще меньше поэтому там всякие мигалки присутствует по идее должно быть много всяких различных фонаря это должен лежать постоянно проверили батарейки взяли с собой даже если вы не планируете там бродить несколько дней недель или месяцев просто сумерки наступают быстрый человек в лесу он ничего не видит он не кошка и не сова а фонарь это до того как вы развели костер либо вам куда кидано дальше это ваша ваш свет значит веревочка ну вот у меня вот такой комплект это в сплаве я купил для экспедиции как показывает мой жизненный опыт в этом мире все можно починить при помощи ножа и веревочки вот абсолютно все поэтому веревочка должна быть при правильном пользовании из веревочки можно сделать черту угодно вот 5-7 метров здесь у меня больше просто я как бы взял то что не лежала поближе маркер или карандаш обычный простой карандаш или обычный перманентный маркер просто положите забудьте про него потом расскажу зачем два шоколадных батончика ну вот у меня вот такие вот вегетарианский хотя я не вегетарианец просто они прикольные были как бы они из орехов сделаны то же самое просто лежат когда кончатся бутерброды исполните а у меня есть батончик на батончики можно день держаться поделите его на три части и вот у вас завтрак обед и ужин это не даст вам возможности почувствовать себя сытым но на какое-то время вы получите кайф пластырь в рулоне или индивидуальный перевязочный пакет обычный пластырь в рулоне не наклейки а именно в рулоне либо вот у меня на фляге намотана изолента вот я такую флягу это налжена американская фляга очень хорошая сама в себя вот подобные сплаве продаются вот обычная черная липкая лента тоже для всего она может заменить пластырь то есть понимаете пластырь первых всякие раны и порезы во вторых это офигенная вещь для скрепливания чего-то с чем-то то есть замотали веревочкой сверху пластырем и в принципе оторвать невозможно фляга или пластиковая бутылка или термос вот я принес две фляги это налжены вот а это вот такая вот все знаете хипстерская clean content она чем удобно тем что она железная потому что с флягой должна быть вместе металлическая кружка вот значит для чего во первых это контейнер куда можно собирать землянику ништяки вот еще что-то во вторых это термостойкий контейнер которым можно греть воду занимательная физика перельмана рассказывает что воду можно греть вообще в бумажном пакете я не пробовал и чё нормально но вот если человек тренировался значит можно ему сказать что не берите кружку я не тренировался это надо проверять то есть нельзя взять пакет сказать ok я читал этот учебник у меня все будет потом раз и все быть вот возвращаемся к тому к чему что надо готовиться поэтому если лень не охота то вот либо железная кружка либо железная фляжка вот в этой фляжке можно совершенно спокойно кипятить воду при определенных условиях вы берете снимаете крышку с нее берете веревочку берете вот такую палочку привязывайте поперек а где у нас рисовал а все вижу вот веревочка вот палочка вставлять сюда палочка в распор вот ставите вот такую треногу над костром из трех палок еще она вас висит и кипит плюс она модная значит и свисток свисток это вообще на самом деле вещь очень нужная то есть вот эта девочка которая про которой я рассказывал она кричать не могла замерз вот еще с альпинизма есть такой способ проверить замерзли или нет если ты можешь сделать так ты не замерз если не может что ты замерз то есть вот эти мышцы если они работают то как бы ты еще на состоянии если то нет как вот сил нет здесь ничего не шеволится крикнуть не можешь что-то ты берешь свисток и просто так воздух себя набираешь и потом на выдохе его слышно это называется на отклик когда спасатели идут они кричат там вася миша миша такой лежит вы на выдохе не надо никаких сил применять причем вот этот свисток плоский он гораздо лучше чем такой не свистит для того чтобы него свистнуть нужно затратить силы поэтому вот моем детстве они называются баскетбольные баскетболе судья такими свистел сюда именно плоский а показываю без усилий работает у него видимо такое устройство само по себе что в него дуть не надо то есть я просто сдуваю я не прикладываю физически я не дую вот как бы вот этот мало джентльменский набор если вы там что-то забыли но нож компас и средства розжига огня у вас должны быть всегда едем дальше а теперь психология все случаи летательные вот они все идут от того что в голове основной своей массе то есть вот плесной шок эмоциональная реакция на разночтение когнитивной карты карты реально вы живете в одном мире и вдруг раз видите совершенно другой мир у меня была ситуация когда я подстрелялся по барану я был один я хочется в одиночку причем там далеко там магаданской области на камчатке вот на баранов и все нормально спустился вниз упали сумерки потому что я поздно начал я по реке шел мне нужно было сделать следующее то есть вот так хребет вот так хребет вот тут реках вот здесь у меня палатка стоит вот здесь я отстрелялся не надо было спуститься пройти и подняться я спустился шоу где-то здесь уже стало вот так расстояние где-то 7 километров вот где там вот здесь стало темно я пошел влево думаю я сейчас пройду залезу на хребет а там складник кедрова это очень жесть особенно ночью ходить шоу 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 потом оступился не надоело и я свалился и упал опять в реку вот сюда я упал в реку и понял что я не понимаю где нахожусь вот хребет вот хребет вот река как таракан выйти никуда невозможно но я не понимаю потому что картинка которую была у меня в голове она не складывалась в картинку которая была передо мной и плюс темно ну сделал костер просушил носки потом как бы посмотрел а вот так вот по gps 900 метров вот как ворона летит ну мне стало стыдно что я сижу тут умираю 900 метров трек там сигареты были в палатке и коньяк и я встал и пошел я прошел 100 метров река сделала поворот и меня картинка рассложилась я увидел свой хребет я увидел все ориентиры утра читая выше в палатке то есть вот эта ситуация когда то что у вас в голове не складывается с тем что вы видите вот это как раз и есть вот этот вот эффект я потерялся я заблудился вот стадии который проходит человек это голая психология вы не понимаете что вы потерялись потом понимаете у вас стресс адреналин вы начинаете метаться обычно все так делают вот да да я помню здесь надо было поворачивать налево я повернул направо бежите в ту сторону совершенно не понимая куда вы это движительно соответственно через некоторое время вы понимаете что нифига не складывается картинка и все и дальше пошло все вниз разочарование и а дальше человек либо умирает либо его спасают 50 на 50 мироздание никогда не режет ломтиками сюда так четко по центру тяжести либо умер либо нет то есть вот стандартный расклад потеряшки а теперь переходим к алгоритму что нужно сделать чтобы вот того что было не произошло как только вы понимаете что вы потерялись только ваша картинка в глазах перестает работать совмещаться с картинкой которая находится в голове вы прекращаете движение сразу дальше вы делать все привал как я вам рассказывал что я разжег костер и сушил носки просто выбирайте себе место садитесь пьете воду курите сигарету жрете конфетку успокаивайтесь вы вот этот уровень адреналина выплеска вы его потихонечку начинаете осаживать для того для чего для того чтобы мозг включился для того чтобы начал работать аналитический отдел они моторика вызвано рефлексами дальше определяетесь во времени то есть вы смотрите на часы определяетесь в пространстве просто оглядываясь а где вы вообще что вокруг вас анализируете ситуацию и слушай вот это звуки которые вы услышите можете услышать указаны максимальное расстояние максимальное расстояние это например перед грозой получается так что ты слышишь там кратов на 20 но вот это как бы приблизительные такие вот вещи если вы услышали этот звук любой то есть железная дорога там тут у паровоз какой-то чуть-чуть шоссейка шоссейка идет так волнами так пауза пауза почему-то машины ездят такими стаями раз пролетели я стал пролетели и осталось выстрелы если это очень например или весной охота либо там люди первое что вы делаете когда вы услышали звук вы встаете и вытягиваете руку в направлении этого звука вот загудела вы так папа после этого смотрите нет ли у вас под ногами палочки желательно длинный руку не убираете вот она как может даже там вот увидели там вот сосна стоит или елка такая кривая вот на эту елку рука пока берете палочку и кладете его так по направлению к звуку после этого вы свою руку опускаете вы создаете себе звуковой азимут я это так называю для чего для того что если вы услышали звук о вот там звук не надо собраться вы встали вы не найдете это место если вы не указали а здесь вы можете делать все что угодно можете ходить кругами куркаться через голову радоваться что наконец-то вы спаслись он от вас никуда не денется эта палочка будет показывать направление откуда пришел звук не будет ее будет плохо я была похожая ситуация на кольском мы тренировали сделали снежные хижины а потом пошли в тереберку на снегоступах и ушли было пурга я как бы шел и взглядом цеплял высоковольт q кто в тереберке был там от поворота на туман на идет и идет линии электропередачи и практически не было видно ну хватало мне чтобы выдерживать направление и в один прекрасный метки остановился чуть повернулся к парням своим а по и закрылась я не понимаю куда белым глаз вот пришлось делать круг вставать на свой след вот я встал подошел к тому месту все я понял мне надо двигаться туда то есть если это не сделать вы не найдете поэтому звук там звуковой азимут руку опустит для чего все это надо для того чтобы понимать дойдете или не дойдете вот я тренированный человек я могу пройти 15 метров за пять часов с рюкзаком по совершенно пересеченной местности весной по новому маршруту потому что я это делаю каждый месяц я тренируюсь постоянно обычный человек он больше полутора километров в час не идет особенно надо учитывать то что вы идете не по тропинке даже не по дорожке вы идете по лесу а лес это то я мото канал это завала это пусты это нужно вот так вот обходить снижать скорость пытаться ориентироваться поэтому вспоминаем звук прикидывает скорость и дальше думаю что делать а дальше наступает дело правило времени если время на ваших часах перевалило за 15 часов 8 зима 18 часов весна-лето движение должно прекращено совсем почему потому что летом темно будет 21 ну сумеречно вот так будем 22 а соответственно осень зима это 19 вот эти три-четыре часа это ваша возможность обеспечить себе ночевку если вы не уверены в том что вы можете выйти если вы услышали трассу вот если вы каким-то другим образом поняли что вам надо туда идти и вы туда идете тогда да тогда может быть вы берете на себя этот риск и идете в сумерках в темноте выходите на эту таскать бетонку или еще куда-то но если вы этого не знаете то у вас есть три или четыре часа для того чтобы все сделать подготовленная группа ставит лагерь от нуля до момента когда все разлили по первые два часа с учетом дров палаток еды и всего прочего кто-то говорю да мы за час там ставим не вопрос можно стоять за час но как показывает практика два часа полтора два часа не больше вы неподготовленная группа вы человек который находится в стрессовой ситуации поэтому сходу умножаем на два то есть три-четыре часа чтобы реально подготовить резюмируем сели выдохнули послушали услышали прикинули свое физическое состояние не не мошанс ищем где жить вот опять психологии немножечко то есть люди которые имеют опыт у них есть такая вот черта успешное превосходение к изменяющейся внешней среде это же относится и к детям вот потери среди детей там до 10-14 лет они очень низкие а вот свыше очень высокие потому что ребенок маленький он это воспринимает как игру у него приспособность очень большая он хочет пить он пьет он хочет лежать он лежит хочет идти он идет для него нет вот этой резкой сменной картинки а ребенок который вырос он уже такой я все знаю а на самом деле ничего не знаю и если взрослый человек умеет приспосабливаться то ему становится проще принцип робинзона груза сразу вспоминать все остров кого нету чего будем жить будем соответственно как только вы меняете эту парадигму вы начинаете создавать себе но вот эту когнитивную карту и определять для себя новый круг каких-то действий которые направлены именно для того чтобы жить все здесь я буду жить и все сразу успокаивается потому что вы уже не спасаетесь уже как бы обустраивать две большие разницы значит место для ночлега сухое закрыто от ветра достаточным количеством дров понятно почему потому что спать надо в тепле и сухости значит если вы потерялись в плохом месте например на болоте клюкву собирали болото все некуда бежать ищите хорошее голову поднимите если по понятию коренной лес это вот такие большие елки которые по кругу растут раз увидели эти елки о значит туда надо идти глазом зацепились и пошли но с этого места где вы поняли что вы потерялись вы оставляете метку что такое метка это любое обозначение вашего пребывания она должна быть единообразно если вы двигаетесь соответственно метка стоит с другой стороны по поводу на дереве и метки которые на поверхности они должны указывать направлению как-то палочка про который он говорил сказка такая детская есть когда там шли крошки бросали вот а потом по крошкам нашли вот то же самое что вы идете в сказке вы оставляете эти метки вы нарисовали там маркером который у вас был на березе там не знаю вот такую звездочку обвели в кружочек вот эти звездочки в кружочек они должны быть постоянно для чего когда идет поисково-спасательная группа они смотрят на все писатель лес до береза почищены она не вот такая вот штука но и поскольку возьмут на ум пройдет 50 метров увидеть следующее это уже аналогию 3 это уже маркированный маршрут то есть ваша задача максимально облегчить поиск вас же то есть вот из вот весь этот алгоритм он построен на двух ипостасях первое максимально сохранить физическое здоровье и моральное и второе максимально обеспечить поиск облегчить его вот теперь костер костер это жизнь значит очень все просто сухие дрова и должно быть очень много это ваша основная задача собирать дрова собирать дрова собирать дрова любой костер требует подготовки особенно если вы попадаете в лес в дождь если все мокрое то есть чем больше вы времени потратите на тщательную подготовку тем лучше и быстрее вы получите огонь вот палка толщиной с руку горит 15 минут это проверено практике нужно просто запомнить вот такой американский скаутский плакатик достаточно понятно что делать для растопки вам нужны тоненькие тоненькие палочки а лучше и совсем тоненькие веточки где взять если вы попали в дождь в лесу залезть найдите елку залезьте под елку под эту и вот они будут там под этими основными коренными ветками даже при дожде они все равно остаются сухими даже если они промокли они не столько промокли вы их можете набрать там несколько пучков пучков должно быть много опять восемь семь с половиной вы их набираете и они тоненькие не сушатся просто там под одежду можно засунуть еще что-то пока все остальное дело то есть вот таких вот пучочков набрали потом набрали там каких-то сухих палок которые еще что то есть а потом больших дров по поводу этих больших дров я вот у меня очень большая библиотека спецлитературы и там везде идет такая копипаста у всех нам типы костров там такой костер сякой костер надя и все прочее все рисунки это костры сложенные из поленьев хорошо так сказать обрезанных пилой у вас нет пилы у вас есть вот только ножик вот такой вот в котором есть пила ну и ничего не распилить поэтому как только вы развили костер вот из этих пучочков из этих веточек вы начинаете потихонечку подкладывать не заваливая ничего потому что огонь как женщина он требует внимания и воздуха все он дышать должен его нельзя заваливать и вот он у вас разгорелся вы по кругу ходите 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 вы очищаете лес вот такие елки сухие они руками выворачиваются и аккуратненько валите все это дело вот так просто на костер посередине не заваливая его положили три палки поперек так чтобы серединка была в огне далее огню подняться положили еще три палки для чего это нужно для того чтобы когда эти палки начнут перегорать вы будете иметь две палки которые можно засунуть в костер без пилы то есть не надо надо аккуратненько валить вот так крест-накрест их на ваш огонь а как сделать так вам ночь надо сидеть каким образом сделать так чтобы у вас костер корил всю ночь всю ночь бегать собирать эти палки которые горят по 15 минут нет есть очень интересный способ практически таскать мою ноу-хау неоднократно пробованы вот если есть завал то будет вот такое дерево завали вязать обычно теряются в таких вот глухих лесах то есть елки там сосны кустарники вот этого там навал диаметр большую пиццу представляете вот диаметр как большая пицца вы находите и лучше если это будет тут именно вот такое дерево у которого есть промежуток если она совсем на земле лежит влага идет и она становится мокрым если найдете ищите любое все горит вы разводите два костра удаление от этих ну где-то порядка там двух словами метров или двух метров один и другой просто вот прям под этим деревом разводите огонечек накладывайте вот так поперек палки потом разводите 2 наклад поперек палки и занимаетесь поддержанием огня вот в этих двух кострах для чего это во первых вы получаете два костра два костра это два раза больше радиус света больше тепла вот больше приятных ощущений там можно сесть по серединке и будет греть с обоих боков но самое главное не в этом самое главное в том что пока вы ложка и здесь вот эти три четыре часа и может быть еще дальше я потом расскажу как все это произойдет вот это бревно она вот в этих местах перегорит и вы получите три бревна диаметром спицу из которых можно сделать вот ту самую надю про которую все читали во всех учебниках по выживанию без пилы без всего костер вот такой горит всю ночь вот он перегорел вы на нем попрыгали либо он сама отвалилась уберете этот кусок бревна подтягивайте к этому углей у вас навалом к тому моменту и вы получаете костер реально который может гореть там 3-4 часа активным пламенем во время этого вы будете спать отдыхать мы это делаем постоянно то есть называется у нас плясать от дерева то есть вокруг этого дерева можно там построить временное убежище еще что-то сделать но вот эта толщина и вот эта возможность это возможность сделать костер который будет играть долго а теперь домик для них нефа нефтифа был соломенный у наф нафа был из палочек а у наф-нуфа был тогда у наф-нуфа он из палочки вот аварийный тент под граберт спейс бланк это октябрь месяц уже снег был заморозки на почве вот вот у меня лежат два бревна вот палочки которые там на срезал на веревочках растянуты вот я так спал рюкзак под головой часа четыре мне хватило вполне нормально бы одетый вот это даже кино но она здесь будет видно его наверно пропущу а вот из этих вот серебряных одеялок которые в аптеке продаются и все то же самое в детстве все строили у нас в нашем детстве это называлось халабуда у американцев и вообще в европе это называется бушкрафт они там меня в инстаграме много подписок они это все там красиво так по много тысяч лайков собирают на самом деле это бомжевище конкретное это все делается из палочек перочиным ножиком вы делаете почему серебрянка хорошо потому что горит костер лучистая энергия идет отражается все и греет спину очень неприятно когда ты спишь а у тебя например спина мерзнет ты не сможешь заснуть а так совершенно спокойно ты это делаешь то же самое вот плясал в это голое место было нашел куст сделал себе такую штучку а вот это мой курсант у него вообще феноменальная способность он может птичьи однокомнатную квартиру сделать все находит завал вот такой на ножиком срезает елки мелкие которые растут строить стенку настилает себе внутри залезает в эту нору разводите костюр и спит это он делает каждую тренировку последнюю тренировку он вообще ножик не использовал ему было скучно что я буду пробовать вот таким вот образом вот такого труста молодец то есть раз завал опа дыра там выбрать бревно все это дом сделайте другую стенку живите пока не надоест потому что вам все равно нечего делать у вас есть три часа которые вы должны себя занять не дать возможности накатить грусти и тоске я потерял с вами никто не найдет я замерзну и умру у меня впереди вечность и все прочее зачем ребята строить бизон круза есть завал отлично есть ёлки супер есть может вся на строгаем опа 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 потом выходить оттуда не захочет а вот это вот это неправильно сделанная но вот как бы человек попытался сделать тент из пакетов не довел дома ну тем не менее переночевал жив остался все нормально костер у него далеко а потому что у него нет поперечных пал этих стоек то есть вот вот он так строил вот он вот две опоры а поперечин нет у него мешок висит у него дыра вот здесь как раз там где он лежит то есть пусть она лучше будет вот короткая здесь но здесь все должно быть закрыто вот и он серебрянка укрывался лучше всего укрываться пакетом полиэтиленовым потому что пакет то не дышит ты там создать как парнике лежишь микроклимат от серебрянки от нее отражается энергия получить а ну а что может произойти ну для то чтобы сгореть надо просто выключиться это же больно а вот примеры использования мешков это осенью тренировка человек взял у него было больше мешков чем 2 он просто походил вокруг насобирал листьев сделал себе вот такой толщины матрас развел костюры на этом матрасе когда пришел утром так сказать проверять я просто вот он нарезал себе вот этой серебрянки у него такая же была слепил и все и нормально выспался самое главное это изоляция то есть вы когда создаете кстати вот мешок строить и временно убежище вот лапник режет постелили лапник первый слой положили мешок распороты постелили второй слой для чего нужен мешок для того чтобы влага которая идет из земли упиралась мешок и к вам не вы спите на сухом значит в чем состоит тренировка люди идут маршрут до 10 километров приходят на точку расходятся в разные стороны с удалением не менее 200 метров чтоб никто друг друга не видел и задача оборудовать все временное убежище перевести переночевать и в 6 утра я всех обхожу собираем и выходим на эвакуацию да он начала вот так он построил себе вот у него видно там тент все прочее но он из этих пакетов сделал себе еще и матрас то есть он не стал резать лапы а это то же самое это одна и та же тренировка была только он себе так сделал а это себе сделал вот так здесь помимо того что люди пробуют как это все происходит психологический фактор потому что курсант остается один темно последний раз проводили там леса ходила выла то есть мне как-то стрёмно стало это пошел палку себе приготовил а люди которые первый раз шли они так по стремались но ничего все выжили человек один он разводит костер он спит поддерживает огонь разговаривает сам с собой он знает что да там где-то инструкторы есть и где-то кто-то есть но он не знает где то что точки на джипеске только у меня да я не заказываю себе пиццу то сказать я причем у меня мне еще хуже мне нужно развести всех людей отметить маршрут а потом как прийти и выбирать себе место и все строить то есть они уже костры жгут а я только подхожу ну самый любимый вопрос люди и звери как показывает практика моя долговременно вероятность того что к вам придет волк медведь или кабан средней полосе составляет сотую долю процента к вам могут прийти либо бешеный енот либо бешеная лиса все ни один хищник в условиях такого антропогенного давления которое у нас здесь есть не придет медведи у нас мало медведи все шубаны и медведь приходит только в случаях если вы пытаетесь отобрать у него пищу либо встаете между ним и между самкой и детенышами кабан сикач не придет потому что он в принципе никуда не приходит свиньи дикие они еще очень пугливые животные вот соответственно свинья с поросятами она просто на вас не выйдет потому что от вас пахнет дымом костром вы двигаетесь шуршите вот она лучше по кругу обойдет поймает запах уйдет в сторону сразу бешеный енот или бешеная лиса как определить если вы видите что вот вышла лиса она гавкает у нее течет слюна значит она бешеная берете палку и убиваете ее никакого сострадания ничего больше если она вас укусит вы умрете старайтесь максимально сделать так она не уйдет если она бешеная то она не уйдет ее невозможно еноты кидаются на собак причем он вольер две лайки зверовые вот он прыгает на сетку и все то же самое палка лучше сразу сделайте чтобы было как и долбить долбить и долбить другого варианта нет а не ну можно как бы только лучше это делать под камеру и потом записывать это войдет в аналог а бешеные да просто безумие вот как бы у ней срывает крышу и она начинает искать себе неприятности ну сделайте там себе какую-нибудь то палку таскать заточите кончик обожгите его на костре да как угодно господи в зависимости от того каким образом можно сделать хорошо окей оружие для борьбы с бешеными енотами делаете делаете вот такую рагулю диаметр ну 5 7 сантиметров здесь затачиваете высота вот этого ну считаем там 30 сантиметров ручка ну полтора метра и дубину любую рагуле придавили дубиной обработали то есть это для того чтобы без движек да вот такая как забава то есть вот что касается зверей но не бывает у нас такого а вот тем более последний случай я читал в казахстане волк напал на рыбака в этом или в прошлом году но он тоже был какой-то двинутый волк рыбак то чего он повернулся у меня был случай зимой я пошел ночью взял очки ночного видения пошел ночью мне сказали типа там кабанчики бегать смотрю следовая цепочка идет то есть вот идут следы вот так идет лыжня по которой мы ходили днем я сначала подумал ну кабанчики потом лыжи снял вот и провалился вот так вот снег какие кабанчики кабанчик вот такие ножки если кабанчик шел там была бы траншея как от бульдозера как они обычно ходят а потом увидел на настовые корки нормальный красивый такой след вот так вот они вышли пара подошли вот так к лыжне тут полтора метра оставалось постояли потом вот так развернулись и своим следом ушли я даже лыжню не пересекал мою поэтому единственное кто очень опасен вот из таких вот хвостатых это дикие собаки они ходят стаей если это стая если они проявляют к вам интерес и агрессию 1 это прикрыть спину стали к дереву взяли палку второе выбить вожака увидели к самый борзый вот это ваш объект потому что там реально вожака вышибаешь остальные разбегаются и то же самое выключили в себе всю таскать человечность это не собаки это враги их задача вас убить все других вариантов у них нет они не будут лизать вам руки таскать заглядывать в глаза они хотят вас убить поэтому спину прикрыли и вперед и головешками там еще куда-то защищаться чтобы не прикусила куртку ножик достали ножиком их тыкать чем лучше вы будете отбиваться тем быстрее они свалят а не ко мне никто не приходил видимо бояться сразу вот такие правила 3 3 минуты без воздуха три дня без воды три недели без еды три месяца без надежды и три сигнала подряд три минуты без воздуха понятно да и все и умер три дня без воды человек реально без воды вот через три дня начинает заканчиваться как разумное существо поэтому вода должна быть идете в лес налейте флягу возьмите бутылку если вы попали соответственно ищите лужи болото и все проще пить надо есть не обязательно пить надо обязательно три недели без еды ну как бы в различные бывает это вот как край самый так обычно 14 дней человек может что-то делать три месяца без надежды ну робинзон круза опять вспоминаем сколько он там жил и неплохо вот три сигнала подряд международный сигнал бедствия все знают сос 3 точки 3-3 точки попробуйте идентифицируйте его прочитайте никто не умеет азбуку можно забыли поэтому три сигнала подряд три сигнала подряд три дыма там три вспышки еще что-то просто как бы чтобы было три паузу три сигнала паузу у кого-нибудь сработает мозг потому что это как бы но это везде так считается то есть вот профессионалы у них есть там определенные там сигналы таблички они у меня есть такие за ламинированный с собой носишь все не запомнишь сразу а не профессионал просто три сигнала три сигнала три сигнал ащида и вода только то что вы знаете вы кушаете если вы это не знаете но предполагаете что это съедобно вы это не кушаете потому что как старом армянском анекдоте сказал спросили от чего лучше умереть от дизентерии от сифилиса армянской ради ответил от сифилиса умирать надо мужчина не засранцем но в этом есть другая вещь диарея это резкое обезвоживание организма резкая то есть помимо того что вы уже на сухом пайке чтобы вы не рядом с краном если вы что-то съели траванулись влага из вас будет выходить выходить и выходить поэтому очень аккуратно не перед лучше голодать пейте воду как набирать коду вот это вот колея дороги лужа вот кстати вот этот контейнер кружка очень удобно почему если вы засунете в лужу фляжку вот это вся взвесь который на дне осевшая в лесу где его никто не беспокоит а вся взлетит обратно поэтому аккуратненько так если рязка есть рязку убрали и сверху кружечкой во фляжечку кружечка во фляжечку кружечка во фляжечку принципе пить можно все если есть огонь скипятили петь но пить надо постоянно я в первую тренировку ходил у меня было жесткое ограничение вот меня было вот эта фляга 1 литр ну так напрягала я еле дождался так сказать своего же собственного финального свистка чтобы там быстрее быстрее водички пить у меня был случай когда у меня кончилась вода у меня был фильтр до с собой убрал это был какой-то очередной московский маш бросок летом и там были торфянники то есть я набрал бутылку воды вот этой мутной торфяной накрутил фильтр и выпил есть американские фильтры такие небольшие уж не помню как называется на бутылку накручивается подвозим в режиме первого дня осознали остановились прислушались осмотрелись определились во времени пространстве нашли место поставили везде метки собрали кучу дров развели огонь построили время на убежище вот этот ваш алгоритм которому вы должны следовать это ваш план взятия парижа да да я говорил правило времени если остается три часа до сумерек и вы не понимаете куда он надо уходить вы должны останавливаться и базируется сейчас подожди первый день мы пока еще не дошли значит ночевка и поддержание огня человек начинает засыпать после 0 часов почему потому что до этого момента вы на своем адреналине на движухе вы собираете дрова вы строите убежище себе вы там кипятите воду вы что-то делаете вы размышляете вы слушаете вы привыкаете к звукам леса в другой обстановке все прочее после 0 часов вас начнет потихонечку рубить то есть вы будете так папа папа поэтому костер до 0 часов у вас горит в режиме дежурном подкладывайте подкладывать подкладывать при этом собираете веточки запасы и все прочее как вы почувствовали что вас рубит первую партию дров и можете спать обычно хватает ну три часа это вот такого нормального тепла потом он все же все равно выгорает четыре часа вы просыпаетесь потому что вам холодно у вас уже все заготовлено пугольки смели кинули подули опять и опять на три часа в конечном итоге вот такими вот качелями вы выспитесь и вы физически восстановитесь 6 утра обычно 6 утра такая уже уже сумеречки пошли уже утренние уже можно какие-то движуху делать какую-то ну вот поехали теперь по ориентированию в пространстве все знают да елка север пальма юг самое интересное вот это ориентирование имеет смысл только тогда когда вы знаете что у вас где находится вы узнали где север при помощи компаса там например или при помощи муравейника или мох у меня больше тридцати лет полевого стажа я один раз только видел мох растущей серой стороны честное слово специально даже сфотографировал вот вы увидели это сказать мох определили север там вот это север и вы пошли на север и вы пошли на север а на север идет вот такой вот кусок леса аж до воркуты в то же время например на востоке в пяти километрах стоит домик лесника а на западе в 10 километрах трасса там м26 а вы идете до север до воркуты почему а потому что вы не знаете что у вас находится где если вы куда-то собрались открываете яндекс карты и просто смотрите район куда вы идете на всех картах вверху север на всех вы посмотрели ага я пошла туда я пошел туда так север у нас чё бетонка справа справа у нас обычно а правый восток до справа у нас а вот это вот слева вот это тут водохранилища с юга с юга тоже что то есть как вот в этом райончике все вот это тогда имеет смысл тогда вы определились где чего на севере бетонка и все вот вас есть компас вы ломите на север вы в конечном итоге упретесь в эту бетонку но вы будете понимать куда вы идете а так лесом до воркуты ну если нет компаса если вы его потеряли забыли или не умеете им пользоваться такие уже скаутские ништяки по-видимому закату и восходу лучше на закате при хорошей погоде контрастность больше а соответственно утром восходе потому что это сказать тоже контрастность больше я пробовал так и так по-разному получается иногда запад лучше видно иногда восход лучше видно но для этого все равно надо выходить на место которое все-таки немножечко разряжена чтобы края горизонта видеть по часам и солнцу можно погода должна быть хорошей по квартальным столбам я покажу как по звездам это отдельная тренировка это то же самое как воду кипятить в пакете полиэтиленов надо тренироваться и при помощи смартфона теперь будем разбирать все по кругу часы и солнце часовая на солнце биссектриса между часовой и отметка истинного полня это юг 12 часов 30 минут для москвы вот пожалуйста вот эти часы вот вот этот компас это другой был правда вот спичка у меня у меня в принципе вот здесь безеле стоит солнечный компас то есть я просто безель кручу и как бы смотрю ну вот тут решил для эксперимента вот она у меня показывает вот компас достоверяет поэтому нельзя наводить ракету калибр вот но направление на юг плюс-минус трамвайная остановка совершенно спокойно определяется то же самое сделали взяли палочку положили посмотрели взяли палочку положили палочку положили палочку положить четыре палочки у вас есть уже компас взяли пятую палочку написали север юг запад восток вашей делать ничего но вы должны утвердиться в своем понимании вот вы как бы себе вот сделали вот эту штуку там еще очень много разных способов есть каким образом это ориентироваться ну как бы google в помощь вот занятие такое достаточно интересное свободное время квартальные столбы советском союзе весь лес был поделен квартальными просеками шагом в километр на пересечении просек стояли столбы квартальные вот этот столб стоял так что угол между минимальными значениями а там все было подписано всегда указывал на север между максимальными соответственно на юг вот у нас на полигоне вот такой столб стоит вот видно вот вот обозначение квадрата вот обозначение квадрата вот у меня компас лежит вот курсант стоит мериться все четко тогда умели работать как соответственно вышли на этот кварт на этот увидели квартальный столб все уже понимаете и север где юг вот это вот постоянно пытаюсь постоянно тренируюсь не могу сказать однозначно что я найду полярную звезду вот это считаю самый простой способ большая медведица кассиопея где-то посередине полярная звезда честно стырино с интернета и самый любимый гаджет вот он у всех а это север полярная север опять же понимаем где север знаем куда идти либо лесом до воркуты смартфон соответственно необходимое приложение собираетесь где-то ходить путешествовать ставьте компас навигатор карты вот сюда или еще куда-нибудь значит обязательно нужно попробовать в спокойном месте нормальной обстановке как это все работает я бы даже сказал досконально изучить я один раз решил совершить подвиг как я это называю просто подтвердить самому себе собственную квалификацию вот я приехал на кольский полуостров вот так вот идет дорога на мурманск вот эта станция оленигорск вот так дорога идет на ревду здесь хибинские тундры вот здесь город кировск вот я вот здесь деревне прилуки вылез и пошел вот дошел сюда повернул вышел на кировск 60 с чем-то километров прошел и это за 36 часов в одиночку без всего я не брал с собой навигатор взял с собой телефон проверить собственную квалификацию смогу я при помощи телефона пройти задача у меня была такая чтобы у меня не было по пути ни одного брода потому что я шел в ботинках то есть меня маршрут был по хребтам проложен у меня была бумажная карта с собой вот и телефон телефон выполнял функции навигатора компаса всего прочего ну как бы я прошел ну я не до конца понял как работает программа советские военные карты то есть там надо было немножко определенные действия сделать я их не сделал ну тем не менее один раз радостный увидев дорогу и побежал по этой дороге потом посмотрел в телефон в котором практически ничего не было видно понял что иду не туда полтора километра возвращаться и как бы идти туда и конечном итоге я вышел к той точке которые нужны то есть нужно пробовать обязательно и помните всегда это конечная девайс у которого есть а до девайс у которого так сказать вот я поэтому говорю проверяем пробуем да можно там за кэш там кэша нагнать как-то так этот район необходимого советские военные карты там можно сделать какую-то границу еще какой-то навигационной программе можно закачать и не пользоваться сетью gps к будет работать сама по себе вот но это все должно происходить вот дома общее понимание и батарейка 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 типа как только вы попали вот до того как у вас не начался сеанс связи все должно отключиться вообще нафиг все надо отключать все приложения если вы не разговариваете чуть дальше об этом побеседуем вот то просто авиарежим если вам он нужен в качестве навигатора особенно там facebook facebook живет батарейку просто как бы по моему я его с телефона убрал то есть все вот это не нужно все останавливаем все глушим остается только телефон эсэмэски там и приложение с навигации иначе это будет кусок железа вот я в лесу вот как раз другой меня был asus советские военные карты вот . показывает наше местоположение а теперь как нам спастись быстро надежно значит если есть связь вы пишете sms с текстом где вы что вы и что вы будете делать и отправляете ее в рассылку тем кого вы считаете наиболее адекватными и способными вам помочь не видите пустых телефонных переговоров если у вас есть номер спасателей вы выходите прямо на них если вам нужно сообщить родственникам что вы залипли и знаете что вас будут ждать пишите смс опять же говорю самому адекватному меня люди выходили с лекции такие суши говорит ну ты да ты вопрос я тут смотрю в телефон и думаю кто же не самый адекватный то то есть вот заблудился нахожусь там там машина там-то ночую в лесу все хорошо буду выходить туда-то контрольное время там экономлю батарейку это если вы уверены что вы выйдете и все нормально просто вы задержались потерялись вам нужно прийти в себя если да смс смс значит если вы уже так сказать вас начали спасать соответственно вы общаетесь только с координатором ни с кем не с другим не с мамой не с тетей не с мужем не с другом не с кем все эти все ждут только с координатором иначе у я что с тобой вот все батарейка бэнт еще значит если вы общаетесь если одного связь вышел командиру вертолета то разговоры только с ним то есть четко конкретно тот корреспондент который вам нужен внятно отвечать на вопросы четкой конкретно формулировать суть как себя чувствуете хорошо но у меня болит левая нога они ой блин мне плохо там всем плохо кому-то еще хуже конкретно есть вода есть больше половины термоса то есть понятно людям что да как бы человек не умрет все вот уже борта в воздухе группой на 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 подходе пол термоса нормально протянет то есть вот конкретно вы уже успокоились у вас уже все уже робинзон круза у вас построен дом есть дрова воды за все вам нужно дугат искать принять делегацию соответственно вы совершенно спокойно формулируйте себе все что вам нужно значит лиза alert я с ними сотрудничаю вот это наиболее адекватные и самое главное люди которых есть алгоритм по которому они разворачиваются они могут развернуть совершенно фантастические ресурсы вот силы у них есть свои наработки то есть мчс подстраивается под них не надо делать из мчс культа обычно на местах работают сотрудники пожарных частей я с ними сталкивался в различных ситуациях вот у них нет навигаторов они много чего не знают вот им сказали иди спасай вот они идут и спасают либо милиция полиция все а так вот телефон поставили себе есть facebook есть контакт у них они вообще-таки ребята популярны в последнее время стали но они реально что-то делает вот метки и записки на месте ночевки вот утро утром значит вы собираетесь куда-то там двигаться если вы собираетесь двигаться соответственно оставляете фамилию имя отчество дата время начала конца действия петров михаил ночевка тогда-то ушел на север во столько-то делаете на земле метку из веток указывающих направлении вашего движения выкладываете стрелку берете маркер пишите себе ну вот пример вот так вот ножиком срезаете там кусок коры или дерево чистить и пишите что вот это вот именно вот этот текст который вам нужен для чего идет поисково-спасательная группа она упирается в ваше место ночевки видно что это бомжовище костер еще теплый висит записка значит что делать смотрим время ага 630 мы подошли в восемь полтора часа скорость у него за полтора часа километр-два ушел он на север стрелка показывает туда это что это локализация поиска сходу то есть если это идет воздух значит воздуху говорят куда идти если это группы соответственно группа начинает подтягиваться в этот район то есть уже никто чё сам не идет есть уже четкая локализация и в эту локализацию сами создаете и вы дальше идете и рисуете рожицы в кружочке рожицы в кружочке но до тех пор пока вы идете утро и движение только в том случае если вы абсолютно уверены в своих силах в анализе ситуации в том что вы знаете куда вам надо выходить тогда вы двигаетесь если вы не уверены или у вас там болит нога например что-то произошло вы сидите на попе ровно и вызываете спасателей обустраивайте себе халабуду строите на дне второй этаж подтягиваете туда еще дрова строите бассейн чтобы не ходить далеко за водой и ждете готовите костер собираете лапник чтобы это все дымило если вдруг какие-то звуки пойдут там вас начнут искать с воздуха и все прочее сидите и ждете никуда не двигаясь тем самым вы просто облегчаете поиск вас же значит поисково-спасательные группы в первую очередь осматривает линейные объекты дороги лэп просеки берега рек идете просека все идти не могу вот вы на этой просеке начинаете жить на берегу реки либо еще кто-то понимаете да то есть любой линейный объект вот это вот карта поисковая карта лиза аверт вот это их квадратная сетка по которой они работают видите как идет поиск вот это треки то есть все вот они вот линейный объект вот речка вот они пошли по речке вот там просеки человек потерялся вот здесь вот вот тут вот так они работают то есть любое подобная вещь все стоим никуда не двигаемся максимум создаем количество сигналов там и всего прочего значит если идет поиск воздуха это поисковый отряд ангел это ребята на своих вертолетах базируется в хелепорте в подмосковном регионе за свои деньги летают вытаскивают постоянно всех дым огонь фонарь ну и как они говорят у вас еще офигенское просто смотрится вот экран айфона вот человек включает вот так встает и все и тут же наблюдатель его видит почему непонятно в лесу да именно в лесу они в сумерках идут и вот видно просто мобильный телефон до сверху с вертолета то есть там опять же есть свой алгоритм как командир выходит на связь если у вас еще работает телефон и как бы начинает этот принцип если ты слышишь в телефоне потеряшки лопасти свой вертолета значит ты находишься над ним они разворачивают человека сразу вот тут слышь там то там то там там все отработано все только слушайте команду и выполняете если у вас горит костер и но вы набрали кучу лапников этот лапник в костер дым пробьет любую крону мы на тренировке с пилотами так делали нормально все видно по крайней мере создается некое пятно вот и люди на это пятно идут либо вот вот это опять же яркая что-то оранжевая там вышли на открытое пространство положили есть такая книга в потерянный шангрила про американцев во время войны полетели на экскурсию посмотреть каких-то там этих людоедов самолет упал в джунгли писать это дугла зеленого цвета военные в джунгли опа и ничего нет не видно и три человека остались живых два мальчика и девочка и спасло то что они вытащили желтый брезент нашли какую-то поляну и на этой поляне этот брезент разложили и поисковый самолет который шел а поиск идет ведется вот так авиация работает всегда галсами то есть вот так вот и вот в один из этих пролетов наблюдатель увидел вот это желтое пятно зеленый джунгли желтое пятно он соответственно точку засекли развернулись и все людей нашли вывезли вот такой толщины книжка вот но забавная такая там интересно то есть с ученым сигналы услышали воздух все кидайте ветки в костер расстилать это я сейчас покажу это мы зимой с товарищем отрабатывали на первый вариант носим аварийного запаса для летчиков я участвовал в программе создания носим аварийного запаса для авиации общего назначения и вот мы пошли в лес 48 часов зимой феврале и вот финалом у нас была отработка воздушного поиска это работает дрон вот аварийное одеяло сигнальный костер то есть нам нужно было понимать каким образом видно сигнала мы вышли на канаву это февраль вот ночевка у нас была вон там чуть выше и вот вот часу дрон поднимается на высоту поиска то есть это порядка 100 метров и сразу видно то есть дыма не было видно потому что все таки это зима и не так много зелени было я там пытался лапник жечь а вот аварийное одеяло было видно очень хорошо это вот граница московской по моему ярославской области такое место лютое потеряться можно запросто вот он на 100 метров двое суток дрон берегли грели его в конечном итоге замерз айпед управляющим все что успели снять а дрон потом на автопилоте пришел к нам вот так она в принципе выглядит воздушный поиск вот можно себе представить как это все происходит ну и заключение все умирают но не сейчас значит в лекции использовались фрагменты книги остаться в живых психологии поведения в ситуациях лорез гонзалес издательство man иванов и фарбер 14 год я считаю что это лучшая книга по выживанию для непрофессионалов и профессионалов там ничего нет по поводу того как есть червяков вот и разводить огонь трением там сплошная психология но я очень рекомендую эту книгу вот она есть в различных электронных форматах бумаги и по моему уже не осталось почему как бы миф в эту книгу переиздал ну видимо там думали что это пойдет в общую канулу его книг там бизнес успехом как заработать миллион но им получилось лучше книга все остальное надо подходить достаточно скептически потому что очень много копипасты у меня даже был конфликт с одним из авторов которым выжил вам книга по выживанию я ему сказал что он ничего в этом деле не понимает он на меня обиделся хотел суд подать ну мы ему доказали что это правда если вы хотите узнать как есть червяков вот и что делать это наш любимый беру который гриллс я ему верю как бы как профессионалу и это волович человек условиях в экстремальных условиях природной среды и всякие другие вещи ищется по фамилии волович можно где-то скачать книга построена на научной работе выживание экипажа летательных аппаратов при вынужденном приземлении приводнение то есть это реально научная работа на которую были потрачены государственные деньги вот а сам волович участвовал в создании поисков спасательной службы космической то есть он гагарина искал такой реальный дядька все остальное это такие вещи ли это личное мнение авторов а здесь фундаментальные штуки вот все все что знал все сказал а значит дополнение если вы идете с детьми в лес одевайте на них жилеты каждого в машине лежит жилет по закону положено быть желтый с отражающими полосками вышли в лес за грибами взяли ребенка деле жилет если вы сами стремаетесь оденьте на себя русская забава ходить в лес камуфляжа обычно заканчивается тем что как бы если вы там скрываетесь охотитесь браконьер ничьи еще что-то это одно а если вы простые гражданские люди просто пошли собирать ягоды грибы на ребенка обязательно это первое и второе учите их разводить костры прям вот на даче на выходе учите разводить костры если ребенок умеет разводить костер вот если у него есть там ножик или он может там руками что-то наломать он себе сделает огонь он сделает сигнал если он в аварийной ситуации сделает костер из горит 5 гектаров леса хрен бы с ним потому что лес можно потом всю жизнь сажать в ребенка нельзя обратно он не сгорит лес горит ребенок не сгорит он убежит дети они соображают быстрее чем взрослые вот ну вот все теперь я могу лечь и отвечать на вопроса либо могу стоять как хотите да 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 значит смотрим сколько есть воды с собой оцениваем физическое состояние свое то есть если воды хватает и общее состояние нормальной до утра то можно оставаться там где есть дрова как бы по чуть-чуть пить восстанавливать силы приводить себя в порядок а потом дальше двигаться если вы знаете район если вы знаете что находится на севере на юге на западе на востоке тогда вы можете двигаться если вы не знаете и у вас есть возможность вызвать спасателя вызовите значит если и если нет возможности если мы не знаете где что находится если вы в нормальном физическом состоянии я бы двигался но метки сигналы и все прочие вещи потому что ну нет у нас обширных территорий где ничто бы не попалось ну вот физически просто вот в пределах досягаемости вокруг там москвы даже сопредельных областей даже там в твери в той же вы все равно куда-нибудь упретесь в дорогу в просеку или еще куда но сначала нужно восстановиться сначала нужно поменять вот эту картинку карту когнитивная все робинзон круза я пошел изучать свою территорию они метаться там мне надо спастись а вот я не могу там а вот то есть и так воспринимает это такой как квест и фига себе за бесплатно и такие нишки ким да и все и после этого и обязательно включать себя любимого вот устала не могу все садимся носки снимаем шик-шик костер разводим сушимся греемся никто никуда не гонят наслаждаемся тишиной телефон не работает вокруг никого нет как жива-здорова ничего комары веточку взял бэнс бэнс зимой зиму зимы есть очень хорошая способ особенность это следовая цепочка то есть если вы на лыжах куда-то пошли вот развернулись идите по своей лыжне за вами след идет вы понимаете у зимы другая особенность есть это если вы попали в чрезвычайную ситуацию на автомобиле например и вам нужно что-то сделать а у вас есть с собой набор параноика то что вот ситуация когда помните да было вот чрезвычайка люди там жгли обшивку сиденья да да кара в полях кто-то замерзал чушь собачьих вы нить не согреетесь во первых вам нужно за изолировать ноги в первую очередь возите с собой в машине пачку об этих мешков для мусора больших маленьких там две пачки вылезли достали мешки стряхнули снег с обуви натянули поверх примотали веревочка если скотч есть то скотчем по два по три пакета отделе все это ваша гидроизоляция потому что все проблемы начнутся тогда когда промокнут ноги ноги это капунтурные точки это все это пошло сюда это а так у вас практически получается водонепроницаемый валенок вы уже можете двигаться если вы идете куда-то на дальняк какой-то перегон вот и расстояние большие положите там к себе в багажник газовую горелку с баллончиком и там я не знаю какой-нибудь там вот хотя бы такую фляжку или кружку не надо сжечь сиденье вы достали горелочку открыли чуть-чуть стеклышки вскипятили себе водички попили и у вас идет изнутри разогрев соответственно вам стало нормально ну а если это совсем там какие-то суровые времена положите спальник причем спальник должен быть одеялом не коконом то что в одеяло оно большое в него можно залезть одетым если вы едете с детьми и у вас там больше 300 километров прогона по зиме и вы понимаете что там какая-то фигня будет положите там в багажник этот спальный мешок детей можно туда напихать посадить их на заднее сиденье не буду дарить до греть друг друга а вы будете там заниматься чем-то я читал про случай когда ночью америке товарищ с подругой и детьми поехал куда-то в горы благополучно лег на крышу телефон не работал они поставили машину потом появилась одна полоска смс к телефон воздух короче приходят прилетают спасатели приезжают там уже снег выпал находят людей с признаками гипертермии точно что сделал мужик мужик взял запаску там же ступица кинул ее в багажник развел костер набрал камней грел камни в костре а потом таскал и ступицу запаски складывал закрывал машину он печку сделал а все остальные сидели просто в машине вот камни остыли он камни достал придешь свежих положил туда у него забота так и зайти все норма да за нет запаску взял и ступицу запасное колесо там же диск вот в ступицу диска и упираешь там получается металлическая ванна он туда эти камни клал и все голова работает у человека его вытащили а не но это они так написали я не знаю не но не совсем конечно но я думаю что у них там было комфортно то есть то есть спальник в гидроизоляция и горелочка либо там большой термос либо два термоса с чая то есть греться надо изнутри у вас уже есть 36 и 6 вот как бы разогреваться лучше всего изнутри почему потому что человек когда замерзает он сейчас я попробую изобразить там схематично человека вот такой у меня монстр получился то есть обычно у него кровь то бегает по большому кругу когда он начинает замерзать она сейчас входит вот сюда к жизненно важным органам почему мерзнут пальцы у мочки ушей капилляры перестают работать и когда вы пьете горячее питье у вас тепло то идет изнутри то есть вы дополнительно себя греете кровь соответственно разгоняется это также кстати почему никогда нельзя при замерзании пить алкоголь потому что алкоголь он дает кратковременное расширение сосудов вы выпиваете впитывается сосуды расширяются и вы все что вы вот здесь скопили непосильным трудом организма у вас все выходит сюда в воздух а потом действие алкоголя заканчивается сосуды сжимаются капиллярные а тут-то нихрена нету это все уже вышло и все и закопали то есть если и принимать то 50 грамм после того как вы поели горячей пищи в нормальных условиях зимой помните да так раз чем навернул лопа закатил вошел в дом это ухо жарко стал потому что внутри то уже тепло есть еда процесс переваривания выделения калорий идет алкоголь только сосуды расширил и образу выброс идет вот такой поэтому вот это вот таким образом гидроизолировались уже хорошо теплопотери у человека это кисти и голова перчатки одели уже хорошо шапочку одели уже хорошо засунули в спальный мешок всех вот два спальных мешка одеяла вмещают трех взрослых соответственно двух взрослых там двух детей или двух детей одного взрослого там можно меняться но это реальный способ закрылись сели таки в машине сидите ждите когда вас вытащат а вас вытащат по-любому ну и соответственно подавайте всякие сигналы разные вот вам спасибо что не прогнали надеюсь вам это не пригодится